Доброе утро! Мы продолжаем, продолжаем это утро уже с гостем. Но для начала напомню нашим телезрителям, сегодня 9 августа, и сегодня мы отмечаем Всемирный день книголюбов. Но не только об этом и не столько об этом будем говорить. У нас есть, конечно, более почтенная, серьезная дата. 68 лет в этом году, 68-летие в этом году отметила наша любимая Оксаковка. Вот об этом и поговорим. Тем более, что этим утром у нас в гостях Елена Владимировна Полуга-Арнове, директор Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени Оксакова. Елена Владимировна, здравствуйте! Доброе утро! Во-первых, поздравляем! Спасибо! Шикарная дата! 68 лет, дата серьезная, которую надо, наверное, отметить красиво. Кстати, как отметили, рассказывайте, потому что не все смогли прийти, я думаю. Да. Ну, я искренне вас благодарю от себя лично, от своего коллектива за эти поздравления, за это приглашение. Вы знаете, не перестаю повторять, что Оксаковка любима, наша Ульяновская областная библиотека детей и юношества любима многими. Я думаю, что практически всеми горожанами. И эту любовь они пронесли через года. Сама по себе Оксаков начиналась в 2013 году как детская читальня на базе Сибирской народной библиотеки имени Гончарова. Времена были непростые, страна была в преддверии Первой мировой, далее Гражданской. И вот уже в 2024-м мы стали губернской центральной библиотекой и переехали, и стали работать на базе Дворца книги. К слову сказать, с Дворцом книги, на базе Дворца книги мы работали 32 года. И мне кажется, именно это в том числе стало основанием, что мы и по сей день очень дружим, общаемся и по профессиональной ниве, и личностные отношения отличные. Как у директоров у нас на прессе Слава Алексеевна, так и у коллег. Свой дом мы обрели не сразу. Это важно. Именно 1 августа 1956 года мы стали областной детской библиотекой. Как бы сейчас сказали, обрели статус юрлица современным языком. И опять же, работали на базе Дворца книги, на базе детского отделения. А вот в 1957 году летом мы переехали на улицу Ульянова. Там как раз, где жил маленький Володь из 1971 по 1973. И когда у нас состоялось торжественное открытие, уже как суверенов в 1957 году, мы стали носить имя Ленина. Но это тоже еще не завершение нашей истории, наших перемещений. То есть, когда регион готовился к 100-летию Ленина, естественно, наше первое здание, где мы были на улице Ульянова, оно же как раз сейчас еще и сохранилось. Это вот небольшой особнячок, двухэтажный, деревянный, близ мемцентра. Мемцентр отстраивался, мемцентр, соответственно, готовился так же, как и всем, и к юбилею. И мы переехали на Карла Маркса 4. И это здание существует из красного кирпича, но принадлежит Симбирской епархии. Но вот когда грянул март 70-го и, наконец-то, все отпразднули широко 100-летний юбилей Владимира Чая, мы, в свою очередь, соответственно, обрели свой тот дом настоящий, который у нас есть и нынче. Это Номинаево 48. То есть дом из стекла на тот момент, из бетона и на нынешний момент, из алюминия, из пластика, в отделке есть и мрамор, и гранит. Ну, это было очень современно, это было так себе модно. Даже, наверное, немного футуристично. Да-да-да, наверное. Ну, нам он нравится, мы его любим таким, как он есть. Открытие было торжественное. У нас, знаете, мне особенно нравится брельеф, панно, вот это наше над главным входом, познание мира. Мы единственное позволили себе, может быть, вы обратили внимание, у нас на кровле есть девиз, который придумали мои коллеги, которые работают долгие лета, и в том числе молодые специалисты участвовали. Мы читаем все, чтобы вы читали лучше. Лучше, да. Да. Вот тут мнение общественности разделилось современной, потому что многие, особенно, например, архитекторы и ваши, соответственно, коллеги, считают, что мы все-таки принесли что-то новое и неоднозначно относятся к вот этим изменениям. Но самое главное – это мнение гражданского общества, это мам, папа, бабушки, дедушек, которые звонят и все-таки говорят, особенно на Минаево, да, напротив живущие, что именно когда мой ребенок, мой внук, моя внучка вышли на балкон и увидели это, заинтересовались и пришли. Отличный повод, чтобы, наконец, начать читать хотя бы книги из списка летнего чтения. Ну, хотя бы. Вот сейчас мы этим с детьми как раз и занимаемся. Да. Ну, что еще можно сказать? Собственно, в 2003 году, в 1993 мы стали областной библиотекой людей и юношества. А в 2003, когда у нас, ну, я считаю, знаковый наш конкурс появился, получается, сейчас мы его отметили в этом году как пятый всероссийский, это «Аленький цветочек», а так он образовался в 2003 году, вот, стали задуматься о том, что все-таки Сибирский край, связанный с именем Аксакова, и коллеги этой библиотеки областной детской для детства и юношества, значит, очень хорошо популяризовали вот творчество Аксакова. И именно решением правительства в 2007 году мы стали вот носить имя Сергея Тимофеевича Аксакова. Практически сразу же на следующий год образовался Ульянский фонд поддержки детского чтения, он существует и по сей день. На самом деле это важно. Члены Ульянского фонда поддержки детского чтения думают о том, как в том числе и привлечь средства, как найти возможности, ресурсы, чтобы поддержать детское чтение, чтобы его развить, чтобы не утрачен был интерес. Ну, а если говорить вот о дне 1 августа 2024 года, о дне рождения, отмечали, на мой взгляд, хорошо. Было громко, ярко и вкусно. Ну, расскажу, расскажу. Как будто бы не подходят к библиотеке. Вот я только вкусно, это всегда уха у меня социруется громко. Это то, что удивляет действительно в Аксаковке, потому что Аксаковка – это не там, где тишина должна быть в библиотеке. Это там, где бывает огромное количество, и мы их с удовольствием не только посещаем, и освещаем интереснейших мероприятий. И этим вы действительно удивляете и радуете, и балуете. Спасибо, на другое условие. Но у нас в этом году мы ожидали всех наших, естественно, завсегдатов, и они были, детские сады, росинка и прочие, школы приходили. Но опять понятно же, что летний период, каникулярный. Этот год отмечен, знаете, чем еще? Мы объединили свои усилия в Министерстве искусства и культурной политики, в Министерстве социального развития и мы, и пригласили, прежде всего, деток из детских домов нашего региона. Ульяновск, Дмитровград, Майенский район, Индинский район и социально-реабилитационных центров. Дети приехали. Мы понимали, что это разновозрастные будут ребята, поэтому, кроме, понятно, их ждало торжественное открытие, их ждало традиционное угощение. Это у нас мороженое, безусловно, нашего хладокомбината. Это всегда вкусно, всегда свежее. И, опять же, любимы детьми. Даже несмотря на то, что сейчас уже прохладный период установился и дождливый, мороженое разошлось на ура. Да, учли мы, конечно, что дети любят одно, подростки – другое, поэтому для них были предложены разного рода викторины, мастер-классы, литературно-игровые программы, фильмы, выставки. У нас на тот момент, на вчерашний день, прошу прощения, на 1 августа работали две выставки, посвященные Шишкину, и Татьяна Филатова, наша сотрудника, тоже организовала свою выставку. Рейховский центр помог. Ну, то есть ребята заехали, получили и позитив, получили и познавательные все-таки моменты были, но и самое главное – день рождения – это все-таки угощение. Я надеюсь, что они вернутся, вернутся большим составом, и мы эту традицию будем продолжать. Ну, это правда такая хорошая традиция, если вот она приживется, что называется. Потому что, ну, опять-таки, популяризация чтения должна касаться абсолютно всех детей. То есть здесь нельзя сделать какие-то, я не знаю, акценты на одни слои, на другие. Вот надо охватить всех. Вот, коллеги мои, знаете, мы постарались учесть вот все то, что вы сказали. Именно поэтому экскурсия была начата с наших фондов. Это цоколь. Далее они продвинулись в отдел детства, особенно дети, ведь дети любят разные. Дети, например, любят сказки, русский народный – это классика. Дети любят рассказы небольшие, дети любят, соответственно, журналы небольшие. Подростки – это уже другое, это уже все-таки максимализм. Они любят и фэнтези, они любят детективы, любят манго, любят комиксы. Это юношество посерьезнее, они любят, собственно говоря, даже и научно-популярную, и публицистику, и также детективы. Но вот это все было учтено. То есть мы их провели везде, они увидели, участвовали не только в мероприятиях, прирученных вот к нашей 68-й годовщине, но и увидели, соответственно, наши выставки, наши новинки. Надеюсь, они будут нас посещать, я говорю, не только в преддверии праздников или на сами праздники, но и как читатели. А число читателей меняется? Как вот эта вот история изменяется, цифра растет, убывает? Все-таки электронные книги сейчас доступны. Ну, понятно, что мы спорить не будем, нам все-таки приятнее листать. Однако же. Да, надеюсь. Надеюсь. Знаете, вот когда первым директором библиотеки областной детской, как раз когда мы были на Ленина, прошу прощения, на улице Ульянова, вот в этом здании близ Мемцентра была Бороденко Мария Ивановна. И вот я помню, что тогда из нашей истории записалось в эту библиотеку, нашу библиотеку, будем называть ее наша, да, 4000 человек, деток, то есть читателей, а именно деток, областная детская библиотека, и фонд составлял 37 тысяч. А знаете, готовясь к эфиру, я вот уточнила даже на сегодняшний день, фонд же все время динамичен, и вот на 1 августа как раз у нас фонд составляет, ну, для сравнения, 206 тысяч 143 экземпляра. А посетило нас за этот год 17,5 тысяч человек где-то вот таким образом. Но понятно, что это не только книга-выдача, библиотека – функциональное пространство, многофункциональное. Здесь все-таки обилие мероприятий, но вот так растет, собственно, посещаемость нашей Акзакфы. Вот наполнение библиотек, ну, в целом, мероприятиями – это, наверное, как раз вызов времени. Потому что, ну, просто за книгой, может быть, не каждый пойдет, а если есть мероприятие, в котором можно поучаствовать, а параллельно узнать, что «Ох, сколько здесь книг, я обязательно запишусь и возьму». Да, это и вызов времени, это и проект «Пушкинская карта». Это, прежде всего, и то, как изменяются запросы нашей молодежи. Все-таки дети, они воспитываются в семье, образовываются в школах и в учреждениях доп. образования. А у нас они, на мой взгляд, должны не просто читать, они должны не просто хотеть приходить, но еще вот, как я вчера говорила уже вашим коллегам, и хотеть вернуться, хотеть рассказать о нас другим. И здесь, конечно, мы и обмениваемся опытом. И вот, кстати, сейчас вместе с Министерством искусства и культурной политики, вместе с Дирекцией Ульяновского литературного города ЮНЕСКО, вместе с Фондом креативных индустрий, вместе с писателями, союз писателей нашего края и многими другими пытаемся отработать новую концепцию. Если кратко, она, знаете, в чем будет заключаться? Вот мы привыкли, что есть у нас план мероприятий. А здесь мы бы хотели, ну, учитывая, что все мы уже имеем опыт вот этой грантовой конкурсной деятельности, мы бы хотели все-таки, и учитывая, что у нас есть Ульяновский фонд поддержки детского чтения, а именно, как правило, через эту общественную организацию мы подаем совместными усилиями заявки на гранты-конкурсы. Мы надеемся все-таки привлечь средства. И опять, всегда нас поддерживает наш учредитель в лице Минкульта. Мы хотели бы, чтобы у нас был не план даже мероприятия, знаете, вот у нас топовые конкурсы наши, которые нас выделяют. Это «Аленький цветочек». Дети участвуют от 7 до 18 лет. У нас самый известный тоже конкурс «Молодое слово России». Это уже все-таки до 25 лет, там, 12-25 лет. Вот мы бы хотели, чтобы вот эти вот талантливые дети поучаствовали в номинациях прозы, поэзии, видеорепортаж и так далее. Далее мы бы отобрали с экспертами самых-самых выдающихся. Далее, как это водится, необходимо их собрать на какой-то интенсив, на независимой площадке, ну, где дети любят собираться, на базе лагеря, на базе отдыха. Соответственно, как только сплочение произойдет, очень бы хотелось, чтобы были силы и ресурсы всевозможные для того, чтобы дети прошли, вот дети лучшие, проявившие себя в публицистике, в иллюстрации, в видеорепортаже, в прозе и в поэзии, чтобы они все-таки могли получить мастер-класс от самых известных, авторитетных людей региона, страны. И очень мы мечтаем, что свой продукт, дети, которые поучаствовали в наших конкурсах, затем прошли интенсив, познакомились, затем прошли мастер-классы у таких вот уже людей, которые доказали всей стране, всему миру, всему региону, что они лучше в своем деле. в своем творчестве. Мы бы хотели, чтобы у нас все это завершалось нашим фестивалем, который еще в будущем, он в проекте. Мы пока предварительно назвали «Аксаковская весна». Это, естественно, не окончательное название. Мы бы хотели, чтобы вот там именно наши замечательные дети и подростки, юношества презентовали свой продукт, который они, пообщавшись, так скажем, пройдя конкурсы, пройдя интенсив и пообщавшись с выдающимися мастерами слова, все-таки презентовали его. И далее просто хотелось бы, чтобы фестиваль был у нас и на площадках уличных, и внутри Аксаковки, чтобы это был просто настоящий праздник, по итогам которого, может быть, вышла бы книга, публикация, сборник публикации был бы, либо аудиокнига, либо и то, и то. Но это в проекте. Да, но мне кажется, все получится, потому что желание, загаданное в день рождения... Обязательно забывается. Конечно. Поэтому желаем вам удачи во всех начинаниях. Еще раз поздравляем с днем рождения библиотеки. К сожалению, время эфира подошло к концу, поэтому телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Владимировна Полугарнова, директор Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова. Ну, а мы двигаемся дальше. Продолжение следует...